так сейчас начнем ну так вот о чем собственно говоря пойдет речь начать хочу с легенды одной да скажу сразу я по этому поводу запишу на своем основном канале на Шилов ну то есть Михаил Шилов на ютуб на ютубе хорошее видео по этому поводу но сейчас в плане так обсудить просто побазарить на эту тему и начну я ее с такой притчи с легенды которую знают все она написана была первый раз я прочитал ее в книге Долина Натыпопова Кэмп по традиции боевых искусств книгу я прочитал фиг знает это сам дитя когда поэтому буду по памяти цитировать ну примерно такая тема в одной деревне жил великий мастер карате боец вот и были у него значит ученики и среди этих учеников был один рукожоп такой который вообще казалось они не могут ему ничего научить и поэтому они говорили ему иди колоти макевару и вот он целыми днями колотил макевару колотил потому что как они считали ни на что не способен был больше а в соседней деревне или где-то там еще там Окинао маленькая там одна деревня там другой там рядом ну это шутка конечно вот жил другой мастер который вдруг что-то возомнил что он там большой боец стал путешествовать по разным по деревням ходить всех это побивать мастеров в смысле других вызывать на поединоках и всех выигрывал короче говоря вот и снискал себе сам славу то есть а в нем как бы пошла молва что вот он такой ну непобедимый и вот значит дошла молва и такая что он собирается посетить эту деревню где жил этот самый мастер ну этот мастер ну точканул думает надо это самое как-то не получить таблет и давай это самое надо по ученика выставить какого-нибудь поговорил со старшими с учениками а те тоже такие же казались ну яблоня это яблоня недалеко ябнулась вот и значит он говорит а давай выставим вот этого вот рукожоп который макевару колотит целыми днями вот ну и давай типа выставим его и вот настал день Че значит приезжает этот мастер такой крепкий мужичок такой который уже многим это киянил в репута вот и выставляют против него этого значит ученика но никто не сомневался в исходе поединка вернее в том что поединок закончится быстро и действительно поединок закончился не значит успев начаться и когда этого побитого мастера который до этого всех избивал ну то носили с того места где этот поединок происходил он только бормотался под нос ну что же как же можно с таким драться бьешь его рукой он как будто перерубает руку бьешь его ногой он как будто перерубает ногу вот и все и вот такая притча и все рассказывалось это к тому что типа ну макевар это снаряд такой прямо супер-пупер если у тебя рука там железная то значит ты и непобедимый и все такое прочее ну в этом толика правды есть но знаете это работает когда когда мастера равного уровня или уровня у них вообще никакого нет абсолютно ну вот тогда безусловно тот у кого вместо рук оружие однозначно победит потому что при прямом столкновении этих оружий одно выдержит другое не выдержит и один бьет оружием а другой не оружием условно говоря вот и все поэтому конечно но я говорю либо уровня никакого либо равный а теперь то чего никто не замечает в этой притче потому что это не выносится в мораль а вот именно то что они были равного уровня эти бойцы то есть этот рукожоп и тот великий мастер побивающий всех либо у них уровня не было никакого так как мы по умолчанию знаем из истории что это рукожопы был и уровня у него никакого не было значит и у того мастера уровня не было ровно никакого больше того это скажу тот который на макеваре это колотил он бы и своих бы всех тоже побил потому что они все боялись приезжего и боялись проиграть видимо это было неспроста выводы какие мы делаем да не было никаких супертехник и секретных школ приемов знаний ничего просто одни бойцы были немножко покрепче чем другие вот и все и может быть кто-то был немножко поопытней вот все понимаете когда им было там серьезно чем-то заниматься даже я сейчас объясню как это все было один какой-то крестьянин в репу дал какому-то другому там по пьяни потом другому и говорит слушай а он это нормально дерется потому что вон смотри он одного побил там другого побил а тот вообще к бурде ну крепкий мужичок был и пришли к нему там двое там пацанов и сказали слушай дядь Вась а это научи нас тоже вот как это у тебя получилось так он тут раз и типа ну ну давай вот расскажу вот так вот я вот вот так это делаю а это вот так и я думаю что надо вот так вот делать и понимаете школы создавали не учителя не патриархи а школы создавали их ученики которые возводили этих патриархов на пьедестал ни хрена тогда ничего не было вообще и знаний никаких не было ничего не было и конечно со временем когда как появились самки профессионалы вот инструктора патриархи стиля потому что у них собирались вот такие вот ученики вот на которые бились между собой боготворили своих учителей были наверняка лучше своих учителей в 100 крат потому что как правило учитель сам про себя сам знает что он малашара вот а ученики этого не знают вот они считают что он полубог и у них всегда есть кориентир и поэтому у них гораздо сильнее мотивации бывает у учителей какая-то мотивация держаться на пьедестале вот такого патриарха а у этих что-то достичь и поэтому они действительно что-то делают занимаются чем-то и поэтому они достигают успеха больше мы часто видим на соревнованиях даже инструкторов которые тренируют своих учеников по возрасту они примерно равные а ученики выигрывают на соревнованиях даже своих учителей когда получается такое что они выходят и в финал или соревнуются и ученики лучше выигрывают как так а вот так очень даже запросто бывает такое вот и здесь тоже самое это возвели на пьедестал стали заниматься чему-то немножко принаблатыкались немножко принавырялись вот а тот передал в школу своему сыну или преемнику и вот образовалась школа где работают уже профессионалы то есть они уже рис не сеют ничего не делают только занимаются преподаванием вот и появилась школа боевых искусств откуда и где здесь образовываться чему-то серьезным понимаете такая школа пополняется знаниями о боевых искусствах ниоткуда вообще современные современные школы пополняются из-за того что они обмениваются к опытам и опытом причем разных направлений и разных стилей которые накоплен за столетия а тем что было накапливать ну что-то пришло там из Китая но когда крестьяне а мы же говорим так что там окинас какие карате имеют там и корни такие чуть ли не крестьянского характера самураи-то они же с оружием были а голой пяткой это голодранцы занимались этим откуда им было что-то почерпнуть говорят из Китая пришло ну пришло там из Китая ну так это значит это что это плохое значит тушу просто просто переворванное плохое тушу его дополнили все и вот такая штука получилась понимаете ниоткуда поэтому конечно безусловно современные боевые системы и современные карате оно в миллиарды раз просто превосходит то который был тогда даже сравнивать это нельзя ни по боевой мощи ни по тактике ни по стратегии ни почему современные карате спортивное нужно только добавить оружие вот то о чем как раз и рассказывается в этой ну легенде то есть просто беда вся в том что современные карате оно утратило оружие как таковое то есть оно стало оспортивленным даже те кто занимается традиционным карате они на макеваре практически не занимаются и мне часто слышат доводится про то что мы работаем на макеваре и в зале у нас макевара есть потому что я то работаю на макеваре действительно я профессионал в этом плане этим занимаюсь двадцать с лишним лет и макевары камертон шилова которые и нот МБШ это две самых известных макевары и распространенных уже довольно широко в мире вот и признаны лучшими многими мастерами боевых искусств я разработал действительно они хороши кто поработал однажды уже все понимает что это работает ортодоксы правда там упираются рогом говорят обычники доска там это то что наши деды диды наши били но на самом деле все это не так конечно современный снаряд намного лучше потому что в него зашло в современном карате только не хватает оружия вот и все если оно будет то спортивный карате станет намного лучше и сильнее чем вот такой карате не спортивный и про традиционное мы бьем там макевару колотим но когда реально я езжу по клубам и по сексам и вижу макевары есть ну сколько ее бьют ну сколько сколько занимаются подготовкой ударных поверхностей да нисколько ну может быть за неделю один раз ну может два может три по 15 минут да ребят это херня полная вообще ничего с этого не натренируешь абсолютно а то что натренируешь быстро потеряешь то есть как укрепляют в основном только ударные поверхности непосредственно потому что методикой практически не владеет никто даже вот сколько слышал я что рассказывают о различные мастера такие типа как Олега Цоя вот мы записывали видео с ним он у Бадюка в передаче выступал ну затрагивается один два там аспекта работ на макеваре все и то для там одного для двух ударов все но ничего там не будет я уверен что у Цоя руки как у как у музыканта он конечно мастер не во всем я с ним согласен да у нас с ним эти терки бывают однозначно вот но его то что на макеваре работает он не знаю что ему это дает я думаю что у того кто не работает на макеваре у любого бойца Кёкушин который макевару вообще в жизни сам не видел но доски периодически колотит и дерется голыми руками руки крепче намного будут чем у Цоя который на макеваре работает я могу заблуждаться я ничего не говорю это мое надооценочное самосуждение только основанное исключительно на том что я видел в его видео как он работает на макеваре видел как это поносюк работает на макеваре ну макевара вообще для окинавского это год жюрю и уж тем более для стиля сам журавля это непрофильный сам снаряд они все больше на камнях там укрепляют руки свои он показывает ну тоже 1-2 аспекта затронут поэтому ну кто вот вы найдите видео по работе на макеваре что вы найдете вы практически ничего не найдете нету методологии и макевара это как таковая она появилась вот широко распространена в интернете буквально лет 5-6 наверное вот когда там по запросам она стала появляться прямо тотально там тысячи запросов десятки тысяч ее просто не было до тех пор пока я где-то 15 лет самги назад не стал заниматься продвижением своего снаряда и вот и раньше когда я этим занимался только из-за одного контента не занимаясь ни раскруткой и ничем просто параллевантности самги запроса макевара у меня был в топах и в гугле и в яндексе и на ютубе просто набирали макевара не надо было ничего набирать ни лучшее ни купить ни продать ни макевара шилова и все 10 топ 10 везде во всех поисковиках был я понимаете то есть это говорит о том что других материалов не было я не говорю что я ничего не продвигал других материалов просто не было а потом это все появилось не работает никто на макевар вот поэтому нет оружия даже в традиционном карате это вообще засада без макевары традиционного карате точно не существует однозначно вот ну и по поводу я говорю вот ортодоксов ребят не возводите в полубога вот таких вот там ортодоксов все вот эти вещи ну не было мастеров тогда понимаете те мастера которые были тогда не пойдут ни в какое сравнение с теми которые есть самки сейчас не недооценивайте себя если вы достигли какого там уровня высокого в карате которым вы сам занимаетесь сейчас вы наверняка лучше чем топологеты самстили тех патриархов которые были тогда вся разница только в том заключается что те люди готовы были идти до конца во время боя то есть готовы были драться настра вот в этом вся разница то есть их менталитет был под то заточен что они готовы были значит убивать то есть артов килинг у них был вот и вся разница то есть если мужики на улице которые дерутся кулаками без оружия готовы друг друга скажем так убить вот у них примерно уровень такой как был у тех мастеров, которые были тогда. Просто те, может быть, немножко дрались самой чаще и чем-то занимались самгитакимы, что напоминает мордобой. Вот и все. Вот и все. Откуда взяться филигранности техники? Вы просто посмотрите старые записи, видеозаписи. Реально, там где Фунакоши Гичин, там Мияги, там когда еще вот на такую камеру записывали. Блин, это без слез вообще смотреть нельзя. Это просто порнография. Ну ладно, я на тренировку побежал. Если вы согласны, пишите. Если не согласны, то пишите. Методики есть, но всем показывают. Фигня это все, это Рушан. Это просто из пальца высосанное все. Почему они это не показывают? Понимаете? Почему? Да все они готовы показать, им показать нечего. Это вот опять начинается мистификация этих мастеров. Когда они показывают это? После смерти, что ли, будут? Это все дело. А потом, ладно, давайте вот просто предположим на секунду, что вот они мастера такие, они знают эти методики и не показывают. Какая мне ценность тогда заниматься этими боевыми, скажем так, искусствами, когда я никогда от них этих методик не получу. Если получит их только преемник, один-два человека. Нахера они мне нужны вообще? Эти искусства боевые тогда? Вот эти вот, где вот все покрыто тайной, и когда говорят, вот когда мой патриарх умирать будет, ему будет там со сто лет, а мне будет тогда 80, вот он мне тогда это передаст. Да нахера мне оно надо? Тогда в 80 лет это все делать. Мне сейчас это надо. И это вполне все это достижимо. Понимаете? Я сейчас живу здесь и сейчас. Сегодня, понимаете, сегодня нету времени, завтра нет возможностей, послезавтра нет сил, а после-послезавтра нету нас. Жить-то надо сейчас. Это я просто допустил на одну секунду, что действительно есть какие-то тайные методики, там все такое прочее. Если вы с самого начала понимаете, что эти тайные методики вы никогда не получите, ну и нахера вам этим стилем заниматься? Занимайтесь тем, где вы получите все. Вот так вот. Все. Салют. Продолжение следует...